Чиню, о, свободен ли он? Самый клёвый в этом мире, может, напишешь мне в директ? А я зайду, я читаю, что вы пишете. Сейчас зайду, после трансляции. Как думаешь, Юля Белая вернётся? Всё может быть, не знаю. Всё может быть. Посмотрим. Никитичка, твой танец под Бузову, Олю. Орбит без сахара просто супер. Меня что-то вчера просто навеяло. Я что-то так учился танцем. Да я нигде как-то не учился, это как-то вот из меня вот прям аж прям вот прёт. Вот прям вот прёт. И это очень... Ну, я люблю ещё потанцевать. Как-то вот всегда в хорошем настроении. Как-то и людей так окружать, ну, как-то вот всем дарить свою энергию, тепло. Вот как-то я так вот рассуждаю. Глаза уставшие. Да нет, не уставшие, просто у нас такие лампы, ребят. И вот даже сверху, которые очень оказывают фиговое, в общем, давление на глаза. И у меня вот как бы они красноватые. Нет, я вот капаю, но всё никак. В общем, тебе в Москву кайфую на островах. Но пока, пока тут, да. Кайфую. Лапочка, спасибо. Кто заботится о Настином рыжем котике? Да мы все по чуть-чуть, чё, он не один, он с нами рядом. Засранец рыжий. Мякиш. Мякиш. Никит, хороший, добрый и настоящий. Поклон твоим бабушке и маме. Спасибо большое. Бабушка через трансляцию смотрит в ютубе, я, конечно, вообще. Я такой, бабушка, привет. Она меня просто со всеми вот этими фишками знает. Там, айфона и ватсапа, все дела. Вот это всё. Мы всё умеем, в фейстайм звоним. Вот, поэтому, всё супер. Очень красиво танцовывается. Благодарю. Скажи, сколько миллилитров в губах? Слушайте, не помню. Кажется, 3 литра закачивал. Не помню. Кому больше доверяешь, Олесе или Юле? Вы знаете, как-то вот сложно говорить о доверии, так скажем. Но то, что мы всё-таки как-то вот сошлись и на общем... Сейчас общего мнения, там, касательно вот вместе с Юлей. Не с Юлей, а поддерживаю отношения. И да, мы как бы понимаем, что надо было всё это решить в своё время на яхте. Всё это как бы урегулировать, увидеть, на самом деле, с кем мы общались. Поэтому, кому опять же, я там тоже симпатику какую-то изъявлял. Ну, такое, знаете, самотошное. Вот, поэтому с Юлькой, с Юлькой. Юльку поддерживаю. И поддержала то, что сейчас у неё там момент происходит и с работой тоже. Что-то сегодня кушал. Слушайте, я сегодня вообще ничего, опять ничего не хочется есть. Не знаю. Как-то само, знаете... Хоть я прекрасно понимаю, вы так же, кстати, дирекции тоже пишите, типа, есть нельзя, есть нельзя. Но я знаю, что кушать, но нельзя, потому что иначе, как бы, организм офигевает. Как тебе новая Кристина? Хорошая, ну, классные девчонки, веселушки. Молдаванки, итальянки такие, ха-ха. Всё нормально, друзья. Мне 14 на проект тебе не пустят. Так бы приехал. Приятно, спасибо тебе большое. Расти, приходи потом, 18 лет. Конечно, сейчас бабушки продвинутые, у меня тоже. Ну, во, видите как. Во, похоже. Три литра размешала, ну, бля. Не, просто заезженная уколка, честно говоря, уже вот тут уже, насколько можно одно и то же. Мозгов не хватает, что-то новое подкальну... Подкальнушное придумать, я не знаю. Мозгов не хватает. Да что ж вы за ладиковые поддерживаете в этом конфликте? Никого, у меня не интересен их конфликт уже, всё. Просто себя уже всё, там человек показал. Всё. Я с Юлей общаюсь, всё, всё хорошо, друзья. Никита, ешь, ешь, надо есть, силы набирать, надо спорт и всё. Правильно говорите. Никита, почему ты такой добрый? Такой родился. Опять же, кроме воспитания родных, вы даже сами себя воспитываете. Это немаловажный факт. Поэтому. А Наська-то по тебе скучает, судя по сторисам. Наська скучает, понятное дело, просто Наська сейчас занята своими делами. Поэтому там и магазины, и равно всё это, как бы, и привести себя в порядок тоже. То есть такой момент, понимаете, это надо всё быстро-быстро, ну, не быстро, но Наська так хотела. Просто уже, просто вот цивилизация, когда она уже протянет руку, там, маникюр тот же самый сделать. Вот, поэтому, как-то так. Почему сторис удалял? Какой сторис? Я всё, ничего не удаляю. Привет, Челябинска. Привет, Никита, мы тебя любим. Я вас тоже люблю. Спасибо. Спасибо, я говорю, да? Или спасибо. Sorry. Юля тебя тоже обидела, ты молодец, поддержал. Юля просто металась, непонятно, что к чему. Поэтому, а я, как бы, человек не злопамятный и далеко не обидчивая, как все хотят меня тут представить. Я скорее, знаете, как скажу, моя любимая Валентина Титова, актриса того времени, наших бабушек, опять же, да. Она также сейчас преклонного возраста, как она говорила. Мне очень вошла эта вообще цитата, мысль в голову. Ой, как она начинается? Она начинается у нас. Люди думают, как они думают. Плевать на чужое мнение. И вообще, как бы, все это, как бы, склоняя, она добавила, это боль, а не обида. Вот я считаю это правду. Вот у меня, допустим, есть все боль, переживая в себе. В себе, в себе. И, как бы, от этого, наверное, умнее становлюсь, расту. Ну, как бы, да, вот сталкиваюсь с такими вещами, там, предательством, руганью, там, не знаю, диким каким-то восхищением, как в виде человека, там, и собеседника. То есть, в связь сперта, да, и любви, как ни крути. Вот, поэтому для меня это правда. Это боль, это не обида ни в коем случае, никакой обиды. Вот что, на кого, Господи, обижаться? Укладываешь волосы, да, да, да. Самый хороший окнопроекте, это свет в этом, на этом острове и не только. Спасибо большое. Так. Ты сам виноват во всем. Во в чем я виноват? Какой ты мудрый парень, ты очень настоящий, побольше снимай нам такие твои цитаты жизни. Ну, это не моя цитата, я так это, как бы, мне она просто очень понравилась, а так я очень люблю такие вот, людей таких послушать. И Любовь Казановскую тоже недавно слушала, я эту нашу оперную певицу тоже вообще обожаю, люблю. Первым делом я вам скажу, куда я пойду, когда приеду в Москву. Я пойду с бабушкой обязательно, обязательно в Дом музыки. Обязательно, потому что, вот мне прям не хватает, она мне тоже, она всегда меня с собой брала, всегда с собой, везде меня этому всему учила, всегда этого прививала мне. Вот, и как бы, вместо каких-то клубов, вот я вот, ну, если да, вот сравнивать, да, ребята, которые там любят клубы, я вот не люблю. Я могу раз там куда-то выбраться, но как бы меня там поразить, вот что чем-то, ну, не знаю, у меня никогда этого не было, я, как-то, никогда к этому не стремился. Какое-то хорошее, хорошее место выбраться, там, не знаю, на веранде по всей, в будущее, если будет лето, да, ну, туда, конечно. А так как-то, вот, прям, на каждый выходной тусить, это не по мне. Блин, нет, я не старею. Ну, я надеюсь, ну, просто никогда не тянуло к этому, поэтому, как-то так. Натали, не старайтесь, вы меня никак не укольнете, вот, что-то прям вот сидите, строчите, но вот все никак, вот не удается. Кислоту, кислоту извергать. Никита, а можно в 17-м проект? Нет, нельзя, от 18-ти, друзья. Годик потерпеть, чего. Вам потом, особенно тебе, надо по возвращению на месяц в отпуск идти на адаптацию. Ну, слушайте, да, ну, не знаю, ну, какой-то период, период, время, конечно, возьму. Просто когда? Вопрос. Бабушка, у тебя поэзию любит, вот ты будешь потом передавать своим детям эти ценные знания. Я бы была бы сразу познакомиться с тобой и пообщалась, ты правда умный парень. Спасибо большое. Да, папа, да, золотой мини-человек. Я не пытаюсь, говорю правду про себя, зритель все видит, ну, конечно, все видит. Просто вы хотите вот именно вот, как бы вот укольнуть, вот где-то г поискать, нет, чтобы вот восхититься чем-то. Вот что вас восхищает? Натали, вот скажите мне, что же вас так вот напрягает сидеть, вот в своей жизни сидеть, мне, молодому парню, строчить? Негатив. Вот скажите, пожалуйста. Друзья, еще раз говорю насчет Насте. Настя дома. В Киеве. Вообще, пожалуйста, для себя идеальную девушку. Настя. Это просто, это вот, вот, вот и до. Опять же, к тому, что вот как бы мы там и... Все было, сами знаете. Все равно наши пути соприкасаются, понимаете? Я вот, вот никак не могу по-другому сказать. Вот я прям обожаю все эти моменты. И когда и ругались с Настей, и не ругались. Все. Все было, все пережили. И слава богу. Никита, на доме два? Да. У тебя на днях должно было... Должно было стукнуть, как ты полгода на островах и вообще на проекте. Да. На островах и на проекте. Да, ну, да, да, да. Вот в 16 числа мне было ровно 7 месяцев вообще. 7 месяцев, друзья. Вот вы можете себе это представить? Кто сегодня пришел к вам в роли нового лица? К нам сегодня пришли. Вы видите, в понедельник. Ой, сейчас пролистаю. Да, вы правы. Что-то я, наверное, не вижу. Все ваши. Вот, все. Пролистал. Почему называешь ее Настя? Наверное, потому что ее зовут Настя. Настроение подумать. Ты замечательно. Хочешь сказать, самое доброе, сладкое маме и бабушке. Спасибо. Ой, я так скучаю, друзья, все. Не пишите больше. Не могу. Сколько у тебя было отношений за период на доме два? Вот прям отношений. Но вот ярой любви и вот подталкивания и желания огромного. Ну, не получилось ни с одной, ни с другой. Вот. Поэтому как-то, не знаю. Наверное, просто... Ну, не нужен мне сейчас, наверное, как-то вот рядом с собой родной человек. Хоть я не знаю, мне кажется, это должно быть всегда. Просто знаете, бывает там, жизнь, да, дает судьба. Там, в период какой-то сложный приходит этот человек, но... Пока нет. Хочется, знаете, как, чтобы вот прям... Прям вот прям как вот... Ёкнулась... Нос... Короче, ёкнула. Чуть не приболтался. Как относишься к носу с горбинкой? Слушайте, прекрасно отношусь. Шикарно. Ну и касательно мужчин, если... Считаешь себя звездой? Ну, мы все на публике. Ну, прям звезда, суперзвезда какого-то, допустим, Оля Бузова. А она суперзвезда. Да нет. У меня никак не было вот этого типа, а у меня будет звездная болезнь? Вот это вот ничего. И всегда, даже если человек подает камин на улицу, там, не знаю, вот опять же, после... Там, как приеду в Москву, с радостью пообщаюсь, только вот за там. И послушайте, что там... Какой-то момент там... Вам обмолвятся друг с другом, со зрителем, так скажем. Опять же, вы наши исследователи, которые вот поддерживаете. Как Катя? Катя лечится. Лечится, лечится, лечится. Греческий кино самый красивый у мужчин и у женщин. Самый секс. Не знал. Скоро в Москву? Да не скоро, друзья. Пока не скоро. Покажи, что висит на стенке. А, это я. Тоже я. Севятенко. Моя любимая фотка с ней. И я. Тут. В один и тот же период. Я приехал. Вот та дальняя белая, белая рубашка. Ребятки, погнали все на вечерний конкурс. Конкурс под грибочком. Алексей Кумин к нам за уши. Как думаешь, будут дыркать с Димой вместе? Будут. Конечно. Ну а как? Вы что? Деребенок. Вообще все дела. Это пипец. Ну, наверное... Не, я читаю все, что вы пишете, друзья. Просто, наверное, вы пишете гадость, поэтому я ее не читаю. Кто такая Катя? Кто такая Катя?